Уместить всех народных избранников и их младших коллег удается разве что в Большом зале Краснодарского Олимпа. В таком составе они по традиции собираются раз в год. Обсудить проделанную работу и наметить новую программу. В 2016-м молодые депутаты в своих районах проводили приемы граждан, решали проблемы жителей и были инициаторами множества проектов. Совет молодых депутатов в 2016 году инициировал основной такой проект, который мы осуществили. Это профориентационные экскурсии молодежи. То есть мы вывезли в старшие классы школ на крупные предприятия градообразующих Крымского района. И вот эту инициативу мы предоставили в Краснодарский край, чтобы всем нашим коллегам по муниципалитетам приняли эту инициативу и внедрили в своих районах. В крае сегодня спрос на молодые и перспективные кадры. Привлечение их в экономику и политику – одна из ключевых задач власти, отмечает Вениамин Кондратьев. Глава региона обращает внимание на то, как помолодел губернаторский корпус. На молодежь возлагают большие надежды. Будущее родного края зависит от каждого. Главное – проявить активность. Когда вы занимаете сегодня место в парламенте, не имеете права сказать, что от вас ничего не зависит. Только потому, что вы молоды, вы активны, вы энергичны и готовы, я уверен, максимально войти во все сферы, проблемные сферы нашей сегодня жизни, реальной жизни. И никто вам в этом не мешает. Вы думающие поколения. Я верю, что у вас большой потенциал. Друзья, у вас большое завтра. Если вы сами этого хотите, то единственное – никому не отдать свое место. Одним из первых в стране Совет молодых депутатов появился на Кубани. По инициативе Владимира Бикетова его создали 11 лет назад. И сейчас там больше полутора тысяч человек. Своего рода это кадровая школа для органов власти. А ее выпускники становятся депутатами законодательного собрания и руководителями муниципалитетов. За эти годы Совет состоялся как надежный и неотъемлемый элемент политической структуры нашего общества. В депутатском корпусе края сегодня действуют сотни молодых людей, активных, компетентных, неравнодушных, стремящихся менять жизнь к лучшему. У них есть еще одна общая черта – это готовность учиться, осваивать новые сферы деятельности, реализовывать инновационные проекты. Совет молодых депутатов принимает активное участие во всех значимых делах и преобразованиях как на краевом уровне, так и в муниципальных образованиях Кубани. Из такой вот кузницы кадров в прошлом году четыре молодых парламентария отправились на пост заместителей глав муниципалитетов. А председатель совета Дмитрий Ломейкин был избран депутатом в Госдуму. На его место общим голосованием сегодня назначили Александра Поголова. Новый руководитель пообещал продолжить все заложенные традиции. Будет также организовано и обучение, потому что это очень важно. Тогда, когда молодой депутат вооружен именно постановлениями, законодательством, но и в общем просто может работать с населением, то есть это приемы граждан, тогда, конечно, деятельность, ну скажем, легче. Шанс уйти на повышение у молодых депутатов есть и в этом году. Впереди выборы в законодательное собрание края. Борьба за мандат обещает быть жесткой, ведь кубанский парламент всегда считался одним из самых сильных в стране. В парламенте нужны реальные люди. Люди слова и люди дела. Сегодня много инициативных людей, которые хотят стать депутатами законодательного собрания партий и общественных движений. Очень важно, чтобы была настоящая конкурентная борьба. Именно борьба, где на самом деле те, кто предлагает конкретные решения, они отвязаны от жизни. Я прошу вас не быть участниками этих грязных пиар-технологий, которые, к сожалению, в наш край тоже пришли. И вот эти вот, в кавычках, идеологи всех этих манипуляций не должны прибегнуть к вашей помощи. Не станьте марионетками вот этих недобросовестных общественных движений, корректно говорю, и в том числе и, может быть, партий, которые пытаются использовать сегодня молодежь для своих совсем не очень хороших целей. Активных и неравнодушных молодых людей Вениамин Кондратьев и Владимир Бикетов отметили почетными грамотами и благодарностями. А по итогам конкурса ЗСК определили лучшие советы молодых депутатов. Они получили денежные премии для обустройства детских спортивных площадок.